Письмо На метр на метр Уже привезти откуда-то землю И посадить уже не в глину А в нормальную землю И что я вам говорю Это тяжелая работа Она даже противопоказана самому дереву Мой вариант другой Этот Здесь поменьше конечно Ну сколько тут мы делали Ну короче Это бывшее картофельное поле И поэтому Первый этап я лопатой нагребал Ой вру тяпкой Потому что она перепахана все Я нагребал Нагребал И Потом Сергей привез тележку И вот это уже А земля плохая Уже все готово Так вот ваш вариант Тот кто написал это письмо Вы не копайте метр на метр на метр Куба этот И тонну земли оттуда Не это Не как это называется Не надсаживайтесь Вы возьмите Привезите хорошую землю со стороны Например на самосвале Вот И вот так вот Вот так вот Сыпьте кучка за кучкой Кучка за кучкой Вот А то что там Под ним Под этой нормальной землей Окажется Эта самая Глина Не беспокойтесь Вы садите Ну побольше земли Не так как тут Кубометр Это прилично Вот Чем копать его Можно два кубометра Вот Вы посадили саженец В этот бугорок В этот холм Да Целиком С корнями А потом Пройдет несколько лет И когда вы Возьмете где-то Вот где лопату Он держит Копнете И поглубже А там нету Глины Вся Дерево Оно само себе Почву создает Вместе Со всем Живностью Поелось дерево Поелось крыша Сбежали черви Сто процентов Начинается работа Все насекомые Участвуют в этой работе Все буквально И вот Идет Стройка Подземных этажей Несколько Подземных этажей И там Аэрация Вентиляция Канализация Все 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 Проходит Пять Десять лет Я пробовал Копните А там Гранулированная Прекрасная Такая Знаете В руках Рассыпается Земля Вот что будет И прекрасно Будут расти Деревья Только не вздумайте Копать эту Землю И горбаться Из-за этого Горбачивания Миллионы людей Бросили Зная что Если я не выкопаю На метр На метр У меня осада Не будет А копать здоровья Нет Да пропади он Это Поняли Да Надеюсь А вот тоже К этому Ну вот и все Все что надо Этот участок Буквально Процветает Вот смотрите Был 2018 год Сейчас все не считается Зима Она же Деревья не растут Но ведь весной 2015 Посажены Вы видели Какие там Деревья растут И задайте вопрос А на хрена Вот эта вот Дебильная Посадка В ям Это нужна Если я этого Не делал А никто Кроме меня Не может вырастить Такие мощные деревья Да еще Полив-то был Только первый год Вот вдумайтесь Вот И белорусам Этого Замминистра Скажут Вы понимаете Вам предлагают Пожалейте Своих дачников Издайте Книгу Железов Или Хотя бы эти Чтоб не покупали Эти самые Еще более Южные растения Которые у вас Дохнут У вас все-таки Не Сибирь Ну извините Не Италия же Ну если у меня Вы же видели В этих фильмах Я ничего не выдумываю Жаль И это же Снова повторять Стыдно Там Даша Стоит Руки Вытянутые А деревья Которые Три года Абрикосы В два раза Выше ее Она взрослая Девушка Стоит С вытянутыми руками А темошка Письма Черные И все Краска Меняется Да и Черт с ним Это Они Очень своеобразный вкус Они позже Зацветают Они более Морозостойкие Благодаря Луче Чем абрикосы Бывало Что тут урожая Нет А тут есть То есть Чистый абрикос Пропустил Урожай А эти Выждали Попозже Зацвели И не попали По заморозке И я с черным Абрикосом Вот Ну вот так Реальность такова Я же Нет Не то что А вы мне гарантируете Говорят мне Что у меня будет Я говорю А вот вам Чуть не показываю Дулю Гарантируете Если бы это От меня зависело От меня 10% Зависит От вас 90% Вот тот самый Снимок Да Помните 40 этих Питомников Украли этот снимок Но это не мой снимок Просто его спутать Невозможно Вот она Вот этот листик Который фигурирует Во всех Так Смотрите что получается Мы с вами Проговорили 2 часа Так Дальше Я уже знаю Сейчас начнут Отходить от экрана 1, 2, 10, 20 Ну я не виноват Но я в этот раз Смотрите Даже больше половины Вот видите Где у меня это 2, 3 То есть Получается что Вот Надо про это поговорить Сейчас я так коротко Вот еще сколько Ваших Этих самых Вот Надо про жердели поговорить Вот Как легко Загубить Даже сливы И то можно И так далее В общем Это Ну в общем Разговор Еще будет Наверное Еще Может быть Еще На ваши вопросы Но стыдно Стараюсь на каждое ответить А может уже Перейдем К этой самой Ну чуть-чуть Сменим тему Те же самые полезные советы Но через призму Того Как Как вот Получается Вы же не обязаны Мне верить Правильно Помните там Это Сперва Учат Как изувечья Дерева Металлическими Скребками Вот А отрезка Это Ну просят тебя Живая Как же ты ее режешь То Вот Потом замазывать А потом Еще эти самые Ну А у меня таких Знаете Накопилось Сотни Я пока Если не выскажут Не инфаргую В общем Следующий Будет Наверное Вебинар Он будет Почти такой же Только вместо Моих фотографий Будут фотографии Журналов А я хочу как Вы скажете А уже не так интересно Еще интереснее будет Знаете почему Потому что Я экономлю А Большие деньги Я так был поражен Я считал Я перестал печататься В журналах Газеток Почему Во-первых Потому что Там эти Остепененные Редактора Они меня на дух Не переносят Но это ладно Я сейчас Вдруг обнаружил Те Которые уже Привычные Мне И я И они Меня терпеть Не любят А тут Еще Вдруг Выясняется Что Есть еще Журналы Вдруг Которые Тираж От 200 До 900 Тысяч Выходит Читает Правильно Вот А Печатают Они Все ту же Дурь Вот чем Беда И я тогда Решил Давайте Мы Будем Я Экономлю Сумасшедшие Деньги Подписка Это тоже Не дешевая Журналы Глянцевые Журналы Красивые Вот И платить Надо А зачем Нам это Мы же тут Садоводы Собрались Ну кому Надо Цветы Сейчас Даже Журнал Уже Не нужен В интернете Можете Все это Увидеть А то Что я Говорю Вы никогда Не увидите Давайте Мы будем Листать Журналы С моей Помощью Вот Никуда Уходить Не надо Печатное Слово Да Это Во мне Это Уже Не виртуальное А реальное Но Фотографированные Мной Страницы И мы Будем Их Обсуждать Вот Это Я предлагаю Сделать Уже В следующую субботу Еще раз говорю Экономия Времени Огромная Потому что Если Кто Вряд ли Из вас Многие Интересуются Там Ну представляете Клюква Интересно Одного Из тысяч Можно Интересует Голубик У нас За дом Участки Ну растет В Канаде А вы попробуйте В России Только деньги Выбросите Зачем вам Читать статьи А я вам Только Про с удовольствием Яблони Груши Абрикоз И сливы Персики Черешня Теперь Это и будет Наверное Тема Следующего Нашего Разговора В следующую субботу Обращался Антон Валерьевич Давайте быстро Пробежимся По вопросам Там надо Вопросы Которые Всех волнуют Еще полчасика И расстанемся Я теперь Снова пошел На кухню А вас прошу Переключиться На вопросы Потому что На моем экране Вопросов нет Даже сбоку Продолжение следует... Продолжение следует...